а здрасте всем друзья привет уленьки у нас продолжается 22 ферма и мы тут занимаемся тепличками в общем то я тут друзья съездил короче все это дело заполнил там правда еще удобрение надо это намного быстрее чем воду возить удобрение 210 210 212 ладно поехали еще по прицепу с удобрениями я вам покажу чего у нас тут происходит а происходит у нас друзья ладно я много чего сделал за кадром сейчас проведу вам экскурсию самое главное у нас созрело поле с пшеничкой и сейчас прощайте денежки кстати говоря по поводу баланса я совсем забыл что у нас кредит висит 50 тысяч опаньки это что а я скачал наконец-то мод на блокировку оси да точнее он наконец-то вышел я его скачал сразу же как только он вышел так с удобрения разгружаем семена там еще есть на пару дней хватит первый пошел так вот у нас в общем-то кредит висит и это не круто но я тут придумал классную прям схему как продавать салат по максимальной цене и не сильно париться с погрузкой поддонов как видите поддонов около теплиц нету сейчас я вам расскажу что делать данной ситуации там было прям все по красоте чем и только заполнился вот это вот дело потратим все наши деньги понятно на что зато потом мы продадим кучу салата и сделаем это относительно быстро кучу прям смысле ну прям очень много давай вторую теплицу выгружаем самом деле удобрение семена в теплице это такое не самое тяжелое не самое геморрное вот воду сюда возить и записали в комментариях реально терраформинга можно сделать аккуратно съезд к воде более пологий более удобный может быть как-нибудь я это себе сделаю я еще кстати поставил себе мод на бесплатный терраформинг потом объясню почему потому что я много чего сидел и терраформировал 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 да и вытерраформировал да к третью до выгружаем или третью мы уже выгрузили и сюда мы еще не выгрузили что тут что-то как-то триггер вообще плохо ловится прям очень плохо скорее всего из-за опять-таки кривого терраформинга именно вот эта третья теплица тут всегда такое я с первого раза очень редко попадаю удобрение высыпать лично давай последнюю ничего скоро мы заживем начнем и поля покупать и технику и будет у нас прям круто готова едем высыпать денег мы сегодня потратим дай боже если честно последнюю бздынь и выгружаем 46 тысяч у нас на балансе плюс 50 тысяч кредита то есть мы опять в минусе это грустно это прям грустно ладно значит паркуем трактор пока что и погнали пробежимся потому что у нас что я наделал что произошло первую очередь друзья конечно же тут самая большая работа это было сделать красиво склад перед здесь вот такой вот подъемчик с поля до овраг получается не очень красиво но здесь более-менее нормально ровно более-менее цивильно ну и здесь тоже все подровнял в общем-то он такой вот горки получился я сделал все что мог я несколько раз перезапускал сейф потому что у меня деньги заканчат потом я психанул у меня ничего не получалось сделать красиво поставил мод на бесплатный терраформинг и вроде как с горем пополам но теперь здесь все красиво и можно по крайней мере аккуратно здесь подъезжать эти самые поддоны забирать что немаловажно также есть короче такая классная штука я про нее почему-то забыл мы когда определяем место хранилище что нельзя здесь ладно через меню залезем мы когда определяем место хранилище куда будет гружать салат здесь можно его хранить на самих теплицах можно продавать есть еще такая штука как распределение то есть по всем заводам которые требуют этот самый салат автоматически она доставляет ну а завода нету но как бы наш склад это завод поэтому все распределение идет сюда это раз автоматически это класс во вторых я немножко увеличил вместимость этого склада он был на 30 кубов я делал чуть побольше так что сейчас у нас там на складе 103 куба уже лежит и класс заполнен всего на треть с этим в общем то я думаю понятно большой склад феврале будем просто подъезжать сюда может быть к февралю выйдет какой-нибудь еще больший прицепчик больше поддонов и короче мы все это дело продадим и заработаем кучу денег если ценник будет даже по две тысячи то нас уже на складе на 200 тысяч лежит это за полгода с февраля до июля получается феврале салата будет на 400 тысяч и с этим уже можно будет работать также друзья в прошлой серии мы купили себе мельницу но я ее еще не запускал и это пшениц которая у нас здесь лежит я ее туда не отвозил поэтому сегодня наша задача собрать вот это вот оба поля и подготовить их к посеву а также перевести всю пшеницу запустить мельницу так что а и еще я хотел починить всю технику которая этого требует можно в принципе даже начинать это делать начнем с культиватора он не так много требует 162 евро нормально хочу износ не показывается когда зацеплено сеялку тоже скорее всего надо починить хотя здесь урон один процент всего для возможно урон это именно из-за камней красить я это дело не буду 7000 но серьезно но зачем это надо урон пропал это хорошо далее комбайн комбайн вроде чинить не надо у него всего 13 с половиной процентов износ это ни на что не повлияет как комбайн не сильно изнашивается распределялка удобрений урон 4 процента здесь явно ничего я не понимаю что это за 4 процента но ладно возможно реально из камней какая-то штука потому что где-то по мелочи там что-то долежит а вот трактор урон 41 показывает где здесь больше чем 41 а если мы в него зайдем мы видим 59 и 1 как это работает хрен его знает я больше верю вот этой цифре 59 и 1 в общем то его действительно можно починить потому что уже пошла просадка по мощности этот трактор у нас не так много используется но он еще хуже еще 5000 мы тратим кошмар прицепы чинить противовеса смысла нету трактора смысл есть 7000 на вальтру ужас 27000 осталось блин еще что надо будет удобрение короче еще будет кредит у нас ты никуда не денешься погнали в общем-то урожай убирать я думаю что я его даже вручную уберу и может быть нет смысла даже или есть смысл использовать прицеп прицеп маленький имеет смысл тоже и побольше прицеп купить сколько они вообще стоят в так ради интереса какой-нибудь нормально хотя бы кубов на 20 но нет у нас денег прямо скажем 34 куба 25 кубов навоза разбрасыватели прикольно но 34 куба прицеп но он 13 2 тонны можете увозить пшеница может быть сюда и не сильно много влезет в любом случае нам пока такое не по карману поэтому будем мучиться с этим прицепом и вообще еще керхер хотел поставить кстати давайте раз уж пошла такая пьянка поставим еще на базе керхер странно конечно что мне в комментариях не сильно парят голову по поводу помой технику это прям удивительно на самом деле куда мы соним керхер я думаю что мы в сунем вот сюда хорошее место будем здесь мыть технику но сейчас прямо мы этого делать не будем разумеется потому что зачем перед работой мыть технику правильно правильно потом как-нибудь ее помоем в общем-то ставим вот сюда вот паркуем трактор и погнали возьмем комбайн я вот не знаю как эти поля убирать сразу проходку целиком делать через поле или нет сейчас что-нибудь придумаем включаем gps неправильно включился вот так вот давай давай вот так вот левее включаем нашу шайтан машину и погнали собирать эту самую пшеничку полетела на собираться ее будет не так много я уже узнал про обработку полей все что вообще касается этой игры начитался кучу материала кучу форумов что на что влияет поэтому все классно я теперь точно знаю что надо делать чтобы получать максимально урожай так что все будет нормально почему сорняки повылазили сразу на второй стадии я тоже понял почему они не убрались вот короче это самое давайте я не знаю таймлапс по уборке не знаю насколько он получится длинный короче погнали и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ну вот друзья и убрано поле. Последнюю пшеницу я высыпаю. Сколько у нас тут всего получилось? 50 кубов примерно. Мы собрали с этого поля. Точнее с двух полей. Нормально. Вполне себе неплохой урожай. Все. Высыпался. Молодец. Складываем вот это вот все дело и паркуем трактор. Точнее комбайн. А еще кстати можно его помыть. Потому что мы купили себе керхер. Теперь в теории техника может быть вся чистой. Но это не значит что будет. Далеко не значит. Сдынь. Поливаем. Заодно она сейчас будет чистая. Можно будет посмотреть что там требует перекраски. И имеет ли смысл за это платить деньги. Ну вот жатко видно да. Краска ободралась. Может быть и имеет смысл. Ну точнее это как то более менее хотя бы отразится на внешнем виде. А вот по комбайну что? Комбайн выглядит как новый. Прям вообще не царапины. Я вот не знаю. Только тут есть какие то зеленые точки. Это видимо гайки. Судя по всему здесь гайки. Какие то может быть клепки. Или что то в этом духе. Но в целом на нем не царапины. То есть его перекрашивать смысла нет никакого. Вот жатко да. Жатко у нас работало об землю. И может быть имеет смысл ее красить. Но мы не будем. Подумаешь краска немножко стерлась. Что страшного. Ладница. Значит а что мы делаем дальше? Во первых мы убираем отсюда этот трактор. Потому что он может мешать. Убираем его куда нибудь. Куда нибудь. Куда нибудь. Я не знаю. Пока что вот сюда. Хотя ты сейчас друг все равно работать поедешь. Че уж там. Далее. Вот этот трактор. Ты у нас возить ничего не будешь. Я кстати так и не пользовался. Прицепом я его сюда поставил. Ты у нас будешь работать на поле. Потому что ты самый мощный. И вроде как именно твои мощи нам и нужны. Давайте прицеп прицепанем к другому трактору. Вот к этому да. Прям кстати топливо заканчивается. Ничего себе. Не думал что когда нибудь это случится. Ладно шутка. Конечно это когда то должно было случиться. Рано или поздно. Но я надеялся что поздно. И значится ты у нас друг. Мы тебя паркуем вот сюда. И даем тебе работу. Ты у нас загружаешь и доставляешь наши фермы на зерновую мельницу. И не дает ничего выбрать. О дает выбрать пшеница. 90 кубов. В общем то работа ясна. Давай еть загружайся. Черт я тебя остановил случайно да. Прости друг я ненарочно. Но давай загружайся. Все. Я думаю что он справится с своей работой. А чем будем заниматься мы. значится. Вот это поле. Которое побольше. Там требуется известь. Мы внесем известь сразу на оба поля. Также это все дело нужно закультивировать. удобрить. И все. На сегодня. Начнем друзья мы с извести. Да. У нас есть специальная посыпалка. Вот такая. Я наверное опять таки это буду ручками делать. Там правда немного удобрений есть. Но это не беда. Удобрения мы сейчас выгрузим поддончик. И все будет нормально. Например вот сюда вот мы выгрузим. Пойдет. И заполняем теперь известь вот из этих поддонов. с первую очередь. Вот один неполный. Два полных. Остальное уже будем добивать из нашей вот этой пополнялки. Все равно надо будет время от времени ездить пополняться. Потому что извести всегда требуется довольно много. Это у нас готово. Теперь заполняемся отсюда. Здесь вроде как известь не сильно дорогая. В отличии от удобрений. тысячу за пол прицепа. Нормально. Ну да. На по 450 евро за два куба. По-моему. Единственное конечно извести требуется много. И возможно не один и не два вот этих вот полностью забитых прицепа. Во как то и почти ровненько стал. Давай чуть левее. И пойдет. Полетели. Я думаю что это быстро у нас пройдет. Субтитры сделал DimaTorzok А знаете почти на все поле этой извести то и хватило. Прикольно. Значит со сколько проходок мы прошли? Раз два три четыре пять шесть семь восемь. То есть на одну проходку чуть больше куба уходит. Нам осталось сделать две проходки. Соответственно если мы загрузим 2500 то нам этого хватит. Логично? Логично. Просто чтобы потом эти поддоны не плодились которые мы высыпаем. Я не люблю когда вот так вот все валяется. Поэтому загружаем ровненько чтобы было два с половиной куба. Этого в теории должно хватить. Если не хватит будет обидно. Но в теории это должно. И да там в конце поля еще так себе это все посыпано. Потому что там косой этот склон. Деревья стоят. Разворачиваться неудобно. Поэтому там не очень аккуратно. И подправиться. Понеслась. Во. Все ровно и четко. Все у нас здесь нормально. Блин. Вот кусочек остался не посыплен. Ну вот как так-то. Ну-ка давай. Сдынь. Готово. Поехали. Вот эти вот 217 литров. Раскидаем еще в начале. Там где есть некоторые пропуски у меня. Или в конце это поле. Где здесь начало поля. А где конец. Без понятия. Но это все не важно. Здесь просто вот косой этот. Не знаю как это называется. Косая граница идет. Поэтому мы сейчас здесь это все сейчас аккуратненько это и засыпем. Вот так вот. Сейчас еще извести на это все не хватит. А? Прикиньте. Да. Не хватило. Маленький кусочек остался. Ну да и хрен с ним. Теперь же. Теперь же знаете что мы сделаем? Теперь мы все удобрим. Удобрим мы намного быстрее. Потому что удобряет он намного шире полоской. Ширина разброса удобрений намного шире. Дынь я не знаю. Да. Заполняется. Но можно ли было так заряжать? Наверное плохая идея. Но да ладно. Еще и 700 литров у нас в этих подонах осталось. Но этого хватит на это поле. Это прям точно. По-моему 3 или 4 проходки туда-обратно. С этой шириной. А ну-ка включаем. Черт. Вот под углом. Зачем? О. Нормально. Только пододвинем чуть-чуть. Вот так вот. И погнали вот это вот все дело тоже посыпем сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот друзья. Поле мы удобрили. Опять-таки здесь немножко косоватенькие места получили. Сейчас мы это тоже все быстренько закрасим. Так вот. Бздынь. Бздынь. Там что-то не хочет кусок. И бздынь. Все. Один куб у нас остался здесь удобрений. Пускай он здесь лежит. Единственное. Давайте мы еще сполоснем эту удобрелку. Раз уж пошла такая пьянка на мойку техники. То почему бы этого не сделать? Боле она кстати вон на 100% у нее краска угандонина. Если верить распределителю. Заодно и трактор по-моему. Почему бы и нет. Деактивации через 3 метра. Нормально. Все. Хватит. Че ты мозги паришь, а? Потому что она еще сломается. К тракторам все понятно. Короче через 5 метров он начинает орать. Но ничего страшного. Ну кстати да. Грязь смывается. И трактор сразу. Точнее удобрялка прям сильно покоцанная. Ну вроде чистая. Упс. Деактивация. А слушайте. Можно его даже обратно не ставить. Просто уходишь с ним и он сам возвращается обратно. Прикольно. Ну да. В общем-то местами она здесь покоцанная. Выглядит довольно таки забавно. Неплохо. Трактор опять таки тоже покоцанный на 81%. Но вот на нем царапин почему-то как-то нету. Или я просто не вижу. А еще и противовес не помыл. Дай бог с ним. На тракторе не царапинки. Толку его передеть. Так а самое главное перекраска это 20 косарей стоит. Или сколько там. Ну 21500. Они издеваются. Ладно. С этим в общем-то у нас все понятно. Не знаю зачем я мыл трактор. Потому что он сейчас поедет работать. Но да бог с ним. Далее друзья. Нам надо это все поле закультивировать. Давайте к вам удобрялку поставим обратно в силу. Нет. Ладно. Не хочу в силу свою яму. Давайте вот сюда ее поставим. Такая она пока здесь будет. А мы возьмем вальтер и поставим работать. Культивировать я уже сам не буду. Поставлю работника. Пускай работник это делает. И немножко мы с вами еще поговорим. День. Готова. Так как он не будет видеть поле поперек полностью. Как одно. Объединять я пока не хочу если честно. То поставим работать как обычно. Вот в эту сторону сначала. Потом большое поле в другую. Все. Намет пошел. Вроде как проблем никаких возникнуть не должно значиться. По поводу камней друзья. Че я узнал. Если вдруг кому интересно. А то они у меня то вылазили после культиватора. То не вылазили. Короче они вылазят только если поле нуждается во вспашке. А так как у нас поле не нуждается во вспашке. Потому что мы пшеницу выращивали. То камни соответственно не вылазят. Если бы мы посеяли и убрали кукурузу. То потом надо было бы пахать. Камни бы вылезли. Это раз. Почему они по краям потом повылазили. Я без понятия если честно. Хотя вроде как сейчас их уже да и нет. Нет. Есть. На урожай они никак не влияют. На износ техники вроде как чуть-чуть влияют. С этим понятно. Далее друзья. Вот эти вот текстуры земли. После культивации. После посева. И соответственно. Вот эти вот названия. Культивация жнивья. Рассадница. Культивированные. И все такое прочее. На урожай это дело тоже не влияет. Это влияет на сорняки. Если вы засеете вспаханое поле. То сорняки у вас вообще не полезут. То что вот в таком виде. В котором мы сеем поле. Сорняки вылазят на следующий этап роста. И сразу же на второй стадии. Соответственно. Чтобы от них избавиться полностью. Надо пройтись гербицидами. Сразу же после посева. Насколько я понял. Это сработает. Мы в общем-то. Сразу после посева. Так и сделаем. Далее по поводу мульчура и катка. Я прочитал. Что оба этих инструмента. Дают урожайности по 2,5%. То есть это прямо вообще ни о чем. Мы денег наймяту заплатим больше. А самому работать не впадло. Хотя даже если самому работать. Скорее всего это более бесполезное занятие. Поэтому я этой херней заниматься не буду. Когда появится какой-нибудь курс плей. Наймят которому не надо будет платить зарплату. Может быть я буду упарываться. И запускать вообще всю технику. И делать прям 100% урожая. Ну а будет у нас чуть меньше. Я думаю ничего страшного. Время деньги знаете. Также друзья по поводу нашей мельницы. У нас до сих пор ездит трактор. Тут осталось 54 куба. То есть он почти 40 вывез. Давайте посмотрим что он там куда привез. И вообще запустим это производство. Пшеничная мука есть. Она сама включилась. Циклов в час 5. То есть я так понимаю 5 вот таких вот циклов. 5 по 150 он перерабатывает. Довольно быстро. Мука уже появилась. Она у нас сейчас на хранении. Можно вообще кстати туда сбегать. Если я конечно помню дорогу. Хотя я туда наверное даже не раз не ходил. Поэтому дорогу я вряд ли помню. Тяжело вспомнить то чего не знаешь. Но по-моему она находится где-то здесь. Биогазовый завод. Вот это да? Да. Вот она зерновая. А кстати довольно близко она находится. Поэтому трактор в принципе быстро справится привезти туда всю пшеницу. Черт а ты быстро не плаваешь да? Только бегаешь быстро? Вообще засада. Тоже мне супер скорость. Кстати появился звук. На вот это вот. На плавание. Вообще мне сказали что типа были обновления. какие-то минимальные. То есть в стиме ферма обновлялась. О мельница привет. Где у нас будут появляться поддоны? Скорее всего вот здесь. И 274 литра пока не появилось. Вероятно поддоны будут большего размера. Ежели появляется слад. На самом деле мы можем кстати мотнуть время. Нам же ничего не мешает мотнуть время. Правильно? Посмотреть какого размера будут поддоны. 300 тоже нет. 400? 400 тоже нет. 500 литров. Тоже нет. Может быть они кубовые? Бздынь. Да. Это кубовые поддоны. Вот так вот они выглядят. Блин. Да покажись ты поддон. Премиум флоуэр. Вот. Они кстати выше. Видите по размеру? Выше чем поддоны с салатом. Так что скорее всего они будут в два ряда заполняться. У нас на прицепе с автопогрузкой. Но они сразу кубовые. Это приятненько. По поводу выработки. Получается у нас 150 пшеницы в 120 муки превращается. Таким образом примерно 72 куба муки мы должны получить с той пшеницы, которую мы сюда полностью перевезем. Что у нас собралось за два сезона. Сейчас у нас июль. Я думаю что оно переработается все до того момента как нам надо будет ее продавать. Давайте посмотрим что у нас по календарю. Какие у нас дальше планы. Значит сеять я буду опять пшеничку. Или ячмень может быть. Я кстати да солому опять забыл собрать. Но это ладно. Не важно. Короче в сентябре нам нужно будет посеять пшеницу. Еще раз удобрить поле. Хотя можно будет его и сейчас удобрить. Это не важно. И полить его гербицидами. Для этого надо будет купить себе поливалку. Видимо придется так делать каждый раз. Поэтому поливалку мы купим. По поводу цен. Салатик мы продаем в феврале. Тут как и раньше. А еще у нас появится мука. Поэтому имеет смысл ее тоже наверное продавать сразу же. Только надо на ее. Вот она. Я нашел. Муку мы будем продавать в январе. Самая высокая цена. Соответственно за кадром. У меня сейчас все это дело закультивируется. Может я еще и удобрю разок. Как там дальше я распределю планы на следующую серию. Я пока без понятия. Но вот за кадром прям точно. Вот это удобрю. И закультивирую. И подожду пока отвезется вся пшеница. Ну а что там будет дальше уже посмотрим дальше. На этом друзья у меня все. Если на канал не подписан то подписывайтесь. Лайкусики, комментарии все как обычно. Всем огромное спасибо за просмотр. С спонсором спасибо за поддержку. Если у меня 3 часа ночи. Можно действительно лайкусик там мне влепить. Приходится вот по ночам серии записывать. Времени нету нихренашеньки. Короче вот так вот. Да. Всем друзья покаки. Субтитры сделал DimaTorzok